Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам покажу одну клёвую фишку, которая есть во всех флагманских телефонах Xiaomi. Также выборочно она есть, как в некоторых других моделях. Вот, например, на Redmi Note 10 Pro она есть. Но, фактически, на большей части телефонов Xiaomi этой фишки до сих пор ещё нет. Например, на Boco F3, который вроде бы покруче, чем Redmi Note 10 Pro, до сих пор ещё нет. Друзья, смотрите, о чём я говорю. Если вы в любой части экрана тремя пальцами нажмёте, вот так, то вы можете сделать частичный скриншот. То есть выбрать любой участок экрана, любой формы, и это будет ваш скриншот. Вы можете изменить, сохранить, там что-то ещё сделать. Бахнуть. Затем, например, перешли в галерейку. Вот наш объект сохранённый, то есть скриншот любой части экрана. Это есть, вот я говорю, Redmi Note 10 Pro, на Boco X3 на каком-то есть, но на большей части телефонов Xiaomi такой фишки нет. И сегодня я вам покажу способ, как сделать данную фишку на любой модели телефонов Xiaomi, Mi, Redmi, Poco. Неважно, то есть вы это сделаете спокойно своём телефоне. Кто не знает, например, включается это вот здесь. Расширенные остройки, функции жестов, и вот частичный снимок экрана. Это на тех телефонах, где оно присутствует. Ну что ж, друзья, меняем телефончик. Redmi Note 10 Pro, на котором это всё есть, уходит. А на его место идёт Poco F3. На Poco F3 такая функция не работает. Вот смотрите, тремя пальцами жму, ничего не происходит. Абсолютно нет такой настройки. И даже если мы через настройки с вами зайдём в расширенные настройки и функции жестов, где мы всё это делали, то здесь просто даже нет такой настройки, понимаете, частичного экрана. Но мы с вами сейчас её сделаем, и всё будет у нас с вами работать. За фишку спасибо огромное Александру. Дружище, жму тебе руку. Обалденная фишка, спасибо ещё раз. Делать, друзья, будем с помощью программки SetEdit. Программа позволяет вам получить доступ ко всем настройкам телефона, которые скрыл разработчик, не скрыл разработчик, есть в прошивке, нет в прошивке. Если нет, можно добавить новый. То есть полный список всех настроек телефона, и всё можно изменять, всё можно редактировать. Таблицы настроек огромное количество. Программа пока ещё не изучена. Изучаю и в процессе рассказываю вам новое, всё, что здесь может быть. Программку можно изучать как в Play Market, так с форму ФОПДА, или у меня с Telegram. С Telegram у меня уже мод будет, русифицированная версия, то есть меню будет на русском языке, в Play Market и на английском. Смотрите сами, где вам удобнее. Так вот, что надо сделать, чтобы вы могли делать частичные такие скриншоты на любом телефоне Xiaomi? Вот здесь вверху большими буквами добавить новую настройку. Или, наверное, Add New Setting, что-то такое на английском языке. Тыркаем сюда. И в первом окошечке мы вводим с вами название настройки. И отсюда копируем первую строчку. По-русски это будет у нас три гестуры Long Press, по-английски свои жесты Long Press, то есть Long Press – длительное нажатие, тремя жестами, по большому счёту. Возвращаемся в Set Edit и вот здесь вот вводим название нашей новой настройки. То есть мы с вами вводим новую настройку в телефон. Нажимаем «Сохранить изменения». И здесь нас просят ввести значение этой настройки, то есть единица, например, включена, ноль, выключена, или она равна чему-то ещё, каким-то значениям или постоянным каким-то. Ну, то есть здесь мы вводим. И сюда мы вводим как раз вторую строчку, вот эту. Partial Screenshot, то есть частичный скриншот. Копировать. И вот в Setting Value, то есть в Setting Объём, вставляем такую штучку «Сохранить изменения». То есть что мы с вами сделали? Мы с вами в список всех вот этих настройок добавили как раз настройку с тремя жестами. Вот. Three жестов, Long Press и вот наше значение. Теперь убираем программку, сворачиваем, даже не будем с вами перезагружать телефон. Нажимаем тремя пальцами и видим, что то, что раньше не работало, теперь замечательно работает. Можете сделать квадратный, круглый, подредактировать, отредактировать, всё что угодно. Сохранить. Всё, и это у нас с вами теперь работает. Зайти в галерейку. Ну и вот то, что я только что сделал. Вот такая полезная, ребят, программка. Александру, ещё раз, дружище, спасибо. Делается через SetEdit. Если вы удалите программу с SetEdit, то всё, что через неё вы наредактировали, тоже пропадёт. Надо об этом понимать. Но программка весит несколько килобайт, то есть меньше 1 мегабайт и никогда не работает в фоне, поэтому абсолютно безопасная программа. Спасибо, что смотрели, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Всех благ вам, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.